Зелена Уайт Провозгласить благую весть о втором перешествии Христа, этому смущенному, умирающему миру. Зелена Уайт писала, «Необходимо приложить великие старания, чтобы сохранить эту тему перед народом». В своей книге «Великая борьба между Христом и Сатаной» она наглядно изобразила грандиозное, ужасное событие будущего. Эта книга бесподобна по своему содержанию. В 1976 году вышла компиляция из трудов Елены Уайт «Моран Аффа» «Господь наш грядет», также повествующая об исполнении библейских пророчеств последних дней. Как дальнейшее усилие, чтобы сохранить эту тему перед народом, мы приготовили нынешний том «События последних дней». Многие цитирования этой книги извлечены из предыдущих изданий трудов Елены Уайт, но большая часть материала этой книги никогда раньше не издавалась. Хотя здесь не включены все высказывания Елены Уайт о заключительных событиях в истории Земли, мы пытались включить наиболее значительные из них. Мы пытались представить учения Елены Уайт о событиях последнего времени в логическом порядке. Однако мы не претендуем, что все перечисленные нами события произойдут в точно таком порядке их расположения. В таком великом и важном вопросе, как грядущий опыт народа Божьего, когда каждый будет отстаивать истину одиноко, как если бы не было другой личности в мире, весьма необходимо, чтобы все христиане имели свои личные убеждения, основанные на их личном изучении и личном отношении с Господом. Елена Уайт писала, что наш маленький мир является учебником для Вселенной и что невидимый мир с невыразимым интересом наблюдает за заключительными сценами истории этого мира. Давайте все вместе воспримем самые значительные факты из последних выдающихся событий Земли, как мы увидим их в отношении к великой борьбе между добром и злом и постараемся разделить с другими славные истины о скором пришествии Христа. Доверенная Комитета по изданию трудов Зелены Уайт Глава первая Последний кризис в истории Земли Всеобъемлющее представление о будущем События настоящего времени вызывают огромный интерес у всех живущих на Земле Правители и чиновники, люди, занимающие ответственные и влиятельные посты, мыслящие мужчины и женщины всех сословий внимательно наблюдают за происходящим вокруг. Они следят за международным положением, за необыкновенной напряженностью отношений и осознают, что вскоре произойдет нечто великое и решающее, что мир находится на пороге глубокого кризиса. Бедствия на суше и на море, неустойчивое положение общества, ужасы и угрозы войны – все это плохие предзнаименования. Они предсказывают приближение событий в величайшей важности. Силы зла соединяются и укрепляются. Они усиливаются для последнего великого кризиса. Вскоре в нашем мире произойдут великие изменения и заключительные движения будут поспешными. Вскоре наступят скорбные времена. Уже близко время скорби, которое по мере приближения к концу будет все более увеличиваться. Мы не имеем времени, чтобы терять его. Весь мир охвачен духом войны. Пророчества 11 главы Даниила почти достигли своего заключительного исполнения. Время скорби, такой скорби, которой не было с тех пор, как существуют люди, очень близко, а мы подобны спящим девам. Нам необходимо пробудиться и просить Господа и Иисуса, чтобы Его вечные руки перенесли нас через предстоящее время скорби. Мир становится все более греховным. Вскоре среди народов поднимется великая скорбь, скорбь, которая не прекратится до пришествия Иисуса Христа. Мы стоим на самой границе времени скорби и затруднения, о которых мы не имеем почти никакого представления, уже находятся перед нами. Мы стоим на пороге величайшего кризиса всех времен. Вскоре последует одно за другим различные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, войны и кровопролития. Перед нами неспокойные времена, но пусть из наших уст не вырвется ни одно слово неверия или отчаяния. Бог всегда предупреждал людей о грядущих судах. Те, кто веровал в его знамения и действовал с верой по вину и заповедям Божьим, избегал судов, постигавших непокорных и неверных. И было слово к Ною. «Войди ты, и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным передо мною». Ной повиновался Богу и был спасен. И Лоту с семейством было сказано «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Лот вверил в себя попечительству небесных вестников и был спасен. Так и ученикам Христа было дано предостережение о разрушении Иерусалима. И те, кто наблюдал за знамениями приближающейся катастрофы и покинул город, избежали гибели. Так и сегодня нам дано предупреждение о втором пришествии Христа и гибели всего мира. Кто внемлет предостережению, будет спасен. Бог говорит, что ожидает нас в наши дни. Когда перед распятием Спаситель объяснял своим ученикам, что он будет предан смерти и восстанет вновь из могилы, ангелы Божьи старались запечатлеть его слова в сердцах апостолов. Но ученики Христа жаждали временного избавления от Игора Римлян, и сама мысль о том, что тот, в ком воплотили все их надежды, должен умереть позорной смертью, была для них непереносима. И те слова, которые должны были остаться в их сердце, оказались забыты, и испытание застало их врасплох. Смерть Иисуса нанесла такой сокрушительный удар по их надеждам, будто Он никогда и не предостерегал их. Так и в пророчествах будущее открывается перед нами с такой определенностью, как оно было открыто и ученикам Иисуса. События, относящиеся к концу времени благодати и необходимость приготовления ко времени скорби, изложены ясно и определенно. Но большинство имеет такое ничтожное представление об этих важных истинах, как будто бы их нет на страницах Библии. Пророчество последних дней требует нашего внимания. После сего я увидела третьего ангела. Сопровождавший меня ангел сказал, «Дело его страшно и ужасно. Он отделяет пшеницу от плевел и запечатлевает ее, связывая в снопы для небесной житницы». Все наши мысли, все наше внимание должно быть посвящено этому процессу. Мы должны будем предстать перед судом, чтобы ответить за свою верность закону Божьему и возвестить о причинах нашей веры. И молодежь должна понимать этот процесс. Они должны знать, что произойдет, прежде чем окончится история мира. Эти вопросы касаются нашего вечного благосостояния, и учителя, и учащиеся должны уделить им большое внимание. Нам необходимо изучать великие путевые знаки, которые свидетельствуют о времени, в которое мы живем. Те христиане, которые полностью подчинятся руководству Божьему, желая, чтобы Он сам вел и управлял ими, своими глазами увидят точное исполнение предопределенных Богом событий. Мы должны видеть в истории исполнение пророчеств, изучать действия проведения в великих реформационных движениях и понимать развитие событий, ведущих народы Земли к последней великой борьбе между добром и злом. Изучение книг Даниила и Откровения особенно важно. В настоящее время необходимо более тщательно исследовать Слово Божие. В особенности книги пророка Даниила и Откровению мы должны уделить такое внимание, как никогда прежде. Свет, полученный Даниилом от Бога, был дан в особенном смысле для нашего последнего времени. Прежде чем наступит конец времени, станем читать и изучать 12 главу книги пророка Даниила. В ней находится предостережение, которое всем нам необходимо понимать. Последняя книга священного писания Нового Завета полна истины, которую нам необходимо понимать. Неисполнившиеся пророчества книги Откровения вскоре исполнятся. Народ Божий сегодня должен прилежно изучать эти пророчества, чтобы ясно их понимать. Истина этой книги не скрыта. В ней записаны ясные предостережения, говоря нам, что произойдет в будущем. Торжественные вести, данные в своем порядке в книге Откровения, должны занимать первое место в сознании народа Божьего. Эту тему необходимо сохранить перед нашим народом. Многие не понимают значения пророчеств, относящихся к нашему времени, и их надо просветить. Это обязанность стражей и рядовых членов издавать определенный трубный звук. Пусть стражи поднимут свой голос и сообщат настоящую истину для нашего времени. Мы должны показать народу наше настоящее место в пророческой истории. Перед нами день, определенный Богом для окончания истории мира. И будет проповедано сие Евангелие Царствия по всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Это пророчество быстро исполняется. Много, намного больше должно быть сказано об этой чрезвычайно важной теме. Приближается день, когда судьба душ будет запечатлена навсегда. Необходимо приложить великие старания, чтобы сохранить эту тему перед народом. Этот серьезный факт должен быть представлен не только перед жителями мира, но также и перед нашими церквами, чтобы день Господень не застиг их внезапно, неожиданно. Это ужасное пророческое предостережение обращено к каждой душе. Пусть никто не чувствует себя в безопасности быть застигнутым врасплох этой опасностью. Пусть никто не истолковывает пророчество, лишая вас убеждения о знании событий, которые говорят, что день Господень очень близко. Представлять будущее события в надлежащей перспективе. Мы не можем в точности описать сцены, надвигающиеся в мир явления, но мы уверены, что это произойдет в то время, когда от нас потребуется большая бдительность и много молитв, ибо день Господень близок и очень поспешает. Начертание зверя является точно тем, как было провозглашено нам. В отношении этого вопроса еще не все понятно и не будет понятно, пока не раскроется свиток. Многие будут уклоняться от настоящих обязанностей, нынешних удобств и благословений жизни, заранее принимая к сердцу скорбное переживание будущего кризиса. Такие люди уже заранее сами себе создают время бедствия и таким образом не получают никакой благодатной поддержки для предстоящих бедствий. Вскоре народу Божьему предстоит пережить время скорби, но мы не должны постоянно говорить людям об этом, заставляя их страдать преждевременно. Просеивание среди народа Божьего будет, но не об этом мы должны сейчас возвещать церквам. Глава 2 Знамение скорого возвращения Христа Христос заранее предостерег Своих учеников о разрушении Иерусалима и знамениях, предшествующих пришествию Сына Человеческого. Вся 24 глава Евангелия от Матфея представляет из себя пророчество, состоящее из знамений, предшествующему этому событию, а разрушение Иерусалима употреблено, чтобы символизировать заключительное уничтожение мира огнем. Христос на Элеонской горе вновь повторил те страшные суды, которые будут предшествовать Его Второму пришествию. Услышите о войнах и военных слухах. Восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это – начало болезни. Хотя это пророчество и получило свое частичное исполнение при разрушении Иерусалима, но оно имеет более прямое отношение к последним дням. Знамения в небесах Христос сказал, что к концу длительного периода папского гонения солнце померкнет, и луна не даст света своего, а затем звезды спадут с небес. И Он говорит, «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее уже становятся мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда увидите все сие, знайте, что близко при дверях». Христос назвал признаки Своего пришествия, сказав, что мы узнаем, когда Он будет близко при дверях. Он говорит о тех, кто увидит эти знамения. «Не придет род сей, как все сие будет». Эти знамения уже появились. Теперь мы знаем определенно, что пришествие Господа близко. Знамения на земле Иисус говорит, «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныни народов и недоумения». И все замечающие появления этих предвестников должны знать, что близко при дверях. Народы неспокойны, наступают трудные времена, люди издыхают от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную. Но среди бури верящие Богу слышит его голос, говорящий, «Это я, не бойтесь». Знамение времени 9 октября 1901 года. Удивительное, переполненное событиями истории отмечается в небесных книгах. Эти события говорят о близости Великого Дня Божьего. Весь мир находится в неопределенном состоянии. Ложные пророки. Упоминая о знамениях, предшествующих разрушению Иерусалима, Христос назвал одно из них. «Многие лжепророки восстанут и прельстят многих». Ложные пророки действительно появились, совращая народ и уводя большие толпы в пустыню. Маги и волшебники, уверяя, что они обладают чудотворной силой, увлекали за собой людей в горные, безлюдные места. Но это пророчество относилось также и к последним дням, знаменуя Второе пришествие. Мы встретимся с лживыми утверждениями. Появятся лжепророки, ложные сны и видения. Но проповедуйте слово, не уклоняясь от голоса Божьего, звучащего в его слове. Мне были показаны многие, утверждающие о получении особого наставления от Бога. Они пытаются руководить другими, исходя из ошибочного понятия о своих обязанностях. Они принимаются за дело, которого Бог никогда не поручал им. В результате таких действий будет смущение и замешательство. Чтобы понять его волю, пусть каждый лично ищет Господа самым искренним образом. Опыт встречи с ложным пророком. Вчера вечером появился молодой человек, странный для всех нас, назвавший себя братом из Виктории, Австралии. Он обратился к нам и попросил встречу с сестрой Уайт, но ввиду позднего вечера она не смогла встретиться с ним. Мы пригласили его переночевать и позавтракать. После нашего обычного утреннего богослужения, когда мы уже собирались направиться на наши различные занятия, этот молодой человек поднялся и повелительным жестом попросил нас сесть. Он сказал, «Если у вас сборник духовных гимнов, мы пропоем гимн, а затем я передам вам весть». Я сказала, «Если ты имеешь весть, возвещай ее без промедления, ибо нам надо немедленно отправлять корреспонденцию в Америку, и у нас нет времени, чтобы терять его». Тогда он начал читать написанный им текст, в котором среди других фактов говорилось о том, что суд уже перешел к разбору дел живых. Я слушала его высказывания и в конце заметила, «Мой брат, ты не точен в своем изложении. Вырази ясно весть, касающуюся нас, чтобы мы знали ее. Твой ум перенапряжен, ты неверно совершаешь свою работу. Многое сказанного тобой согласуется с Библией, и мы верим каждому такому слову. Но ты чрезвычайно возбужден. Пожалуйста, скажи весть, относящуюся к нам». По его словам, нам необходимо собираться и направиться в Баттлкрик. Я спросила о причинах, и он ответил, чтобы передать весть, что суд уже перешел к разбору дел живых. Я ответила, «Работа, которую Бог поручил нам совершать, еще не окончено. Когда наша работа завершится здесь, мы уверены, что Господь даст нам знать, время ли нам передвигаться в Баттлкрик, вместо предоставленной тобой обязанности». Я оставила его, поручив брату Стару, побеседовать с ним больше, и направилась совершать свои письменные труды. Он поведал брату Стару, что когда Уайт говорила с ним столь нежно и доброжелательно, но с авторитетом, он начал сознавать свою ошибку, что столь сильные впечатления, воодушевляющие его, не были последовательными и благоразумными. Хотя наша семья была большой, она состояла из десяти человек, не считая трех посетителей, мы решили оставить этого юношу на некоторое время. Мы не решились, чтобы он встречался с людьми, которые могут грубо обойтись с ним и осудить его, и мы не желали, чтобы он повторял свои откровения. Мы решили оставить его на время, чтобы, общаясь с ним, направить его по возможности на безопасный, уверенный путь. Объедение и невоздержание В основании великой моральной безнравственности нашего мира лежит объедение и невоздержание. Сатана осознает это и постоянно искушает людей предаваться аппетиту в ущерб здоровью и даже самой жизни. Цель жизни нашего мира заключается в том, чтобы есть, пить и одеваться. Именно такое состояние преобладало перед потопом, и такое состояние беспутного образа жизни является одним из отмеченных доказательств скорого окончания истории этого мира. Состояние допотопного мира, точно и ясно отраженное на страницах Священного Писания, говорит о том положении, которому стремительно движется и современный мир. Мы знаем, что Господь очень скоро придет. Мир быстро приближается к состоянию дней ноя. Люди предаются эгоизму, повсюду преобладает объедение и пьянство. Люди пьют ядовитые алкогольные напитки, лишающие их рассудка. Насилие и жестокость Преобладающее большинство водниное противостояло истине и тесно объединилось с ложью. Земля, преобладающая большинство водниное, противостояло истине и тесно объединилось с ложью. Земля наполнилась насилием. Война, преступления, убийства стали обычным явлением. Именно так будет перед вторым пришествием Христа. Если требования конфедерации и союзов не выполняются, они прибегают к насилию. Становится все более ясным, что жители мира не находятся в согласии с Богом. Никакая научная теория не в состоянии объяснить злонамеренные действия различных движений, находящихся под водительством сатаны. В каждой толпе нечестивых за работой находятся злые ангелы, побуждающие людей к насилию. Своенравная порочность и жестокость людей достигает такого высокого уровня, что Бог явит себя в Своем величии. Очень скоро беззаконие достигнет Своей границы, и, как в одни ноя, Бог и зальет Свои суды. Мы слышим ужасные отчеты об убийствах и ограблениях, железнодорожных катастрофах и делах насилия, свидетельствующих о том, что близок всему конец. Именно теперь нам необходимо приготовиться ко второму пришествию Господа. Войны и бедствия Скоро разразится буря, против которой мы можем устоять лишь посредством искреннего раскаяния перед Богом и твердой веры в Иисуса Христа. Господь восстанет, чтобы поколебать землю. Всюду будут происходить ужасные бедствия. В пучине морской найдут свою погибель тысячи кораблей, и миллионы человеческих жизней станут жертвой стихии. Многие места земли будут объяты огнем, против которого будет бессильна всякая человеческая техника. В яростном пламени огня бесследно исчезнут самые величественные строения земли. На железных дорогах участятся катастрофы, и всюду будет царить хаос, увечья и смерть. Конец близок. Еще немного, и благодать закроется. О, дорогие, будем искать Бога, пока можно найти Его. Будем взывать к Нему, пока Он близок. В последних сценах истории этой земли войны будут яростными и неистовыми. Повсюду будут эпидемии, язвы и голод. Воды выйдут из своих берегов. Имущество и жизнь людская будут уничтожены огнем и наводнениями. Нам необходимо приготовиться к обителям, которые Христос пошел приготовить для любящих Его. Огромные огненные шары. В прошлую пятницу утром мне была представлена весьма впечатлительная сцена. Мне казалось, что, проснувшись, я не нахожусь в своем доме. Из окон я могла наблюдать сцену ужасного пожара. Большие огненные шары падали на здания. И от этих шаров во все стороны разлетались огненные языки. Вспыхнувшее пламя было невозможно потушить. Ужас людей не поддавался описанию. Проснувшись, я увидела, что нахожусь у себя дома. Я видела огромный огненный шар, катящийся среди чудесных построек и причиняющий значительные разрушения. Я слыхала, как кто-то сказал, «Мы знали, что суды Божьи придут на землю, но мы не знали, что это так скоро произойдет». Другие с ужасом говорили, «Вы же знали, почему же вы не сказали нам об этом? Мы же сами лично ничего не знали». Землетрясение и наводнение Враг действует. Он все еще за работой. Он не сходит с великой силой, а Дух Божий удаляется от земли. Бог отнимает свою руку. Стоит нам взглянуть лишь на Джонстаун, Пенсильвания. Он не воспрепятствовал дьяволу разрушить весь этот город, вычеркнуть и существование. 31 мая 1889 года 2200 человек погибли в Джонстауне от наводнения, когда после многодневных ливневых дождей разрушилась дамба. И, приближаясь к концу земной истории, наводнения будут повторяться все чаще. земная кора будет разорвана взрывом элементов, скрытых в недрах земли. Эти освободившиеся элементы сметут сокровища тех, которые в течение многих лет скопляли свои богатства, превратившиеся в несметные богатства, и все это путем занижения заработной платы своим работникам. И религиозный мир также будет ужасно потрясен, ибо близок всему конец. Но не наступило время, когда никто не может с уверенностью сказать, что он стоит на твердой почве, ибо землетрясения произойдут там, где их меньше всего ожидают. В пожарах, наводнениях, землетрясениях, в неистовой ярости великих глубин, в бедствиях на море и на суше звучат предостережения, что Дух Божий не всегда будет бороться с людьми. Прежде чем Сын человеческий явится на облаках небесных, вся природа будет потрясена. Небесные молнии соединятся с подземным огнем, и тогда горы будут гореть, как печи, извергая страшные потоки лавы, заливая селения и города. Под действием воды, кипящей от низвергающихся в нее раскаленных масс, произойдут громадные сдвиги земной коры, выбрасывая на поверхность земли камни и различные породы. Произойдет великое землетрясение, и множество людей погибнет. Преступление, голод, эпидемии. Сатана действует в атмосфере, он отравляет атмосферу, и наша жизнь зависит только от Бога. Жизнь настоящая и вечная. Занимая настоящее положение, мы нуждаемся в полном пробуждении, полном посвящении, полном обращении, полном освящении и преданности Богу. Но мы сидим, как парализованные. Да пробудет нас небесный Бог. Бог не сдерживает силы тьмы от осуществления их смертельных действий, загрязнения смертельными микробами воздуха, являющегося одним из источников жизни и питания. Такие действия влияют не только на жизнь растительного мира, но в первую очередь страдают от эпидемии люди. Все это лишь капли с чаши гнева Божьего, изливающиеся на землю. Они представляют лишь слабое отражение того, что произойдет в недалеком будущем. Голод увеличивается. Эпидемии будут уносить тысячи жизней. Опасности от действия сатанинских сил отовсюду будут окружать нас, но будут ограничены силой Божьей, которая проявится в тот момент. Мне было показано, что Дух Божий будет отнят от земли. Сохраняющая сила Божья вскоре будет отказана всем пренебрегающим Его заповедям. Известия о мошенничествах, убийствах и всякого рода преступлениях обрушиваются на нас ежедневно. Беззаконие становится настолько привычным, что более не шокирует наше чувство, как это было раньше. Божья цель в бедствиях. Каково значение этих ужасных бедствий на море, когда множество кораблей без предупреждения погружаются в пучину морскую? Каково значение происшествия на суши, уничтожения огнем несметных богатств, многие из которых приобретены притеснением бедных? Господь не вступится, чтобы защитить имущество тех, кто нарушает его закон, нарушает его завет, попирает ногами его святую субботу, принимая вместо нее ложный день покоя. Суды Божьи уже постигают землю, уничтожая весьма ценные строения, как бы огненным дыханием с небес. Пробудет ли эти суды сознание называющих себя христианами? Бог разрешает им прийти, чтобы мир мог внять предостережению, чтобы грешники благоговели и трепетали пред Ним. Допуская эти бедствия, Бог имеет цель. Это одно из средств, взывающих к чувствам людей. Необычными действиями в природе Бог выражает сомневающимся то, что Он ясно открыл в Своем слове. Нередко мы слышим о землетрясениях, ураганах, разрушениях, причиненных пожарами и наводнениями с огромным числом жертв, с колоссальным материальным ущербом. Несомненно, эти бедствия происходят в результате действия дезорганизованных, нерегулируемых, неподвластных контролю человека сил природы. Но во всем этом мы должны видеть руку Божью. Господь пользуется всем этим, чтобы пробудить в людях сознание надвигающейся на них опасности. Грядущие события в руках Господа. Мир не без правителя. Программа будущих событий находится в руках Божьих. Величие неба держит в своих руках судьбу всех народов и в такой же мере заботится о своей церкви, как о своих детях. Эти символические представления свирепые змеи в пустыне служили двойной целью. От них народ Божий не только научился, что физические силы Земли находятся под контролем Творца, но под его контролем также находятся религиозные движения нации. Особенно это истина в отношении принудительного соблюдения Воскресенья. При заключении этой великой работы мы встретимся с затруднениями, не зная, как поступить. Но будем всегда помнить, что три великие небесные силы трудятся вместе с нами, что Божественная рука лично управляет мировыми событиями и что Сам Господь осуществит свои планы. Подобно тому, как колеса, с виду находящиеся в беспорядке, управлялись рукой из-под крыльев херувимов, так и вся сложная система человеческих событий находится под Божественным контролем. Среди борьбы и волнений народов тот, который восседает на херувимах, продолжает управлять всеми событиями нашей планеты. Когда читаешь летописи истории человечества, на первый взгляд создается впечатление, что процветание народов, возвышение и падение империй зависит от воли и доблести человека. Представляется, что на ход событий влияет его сила, амбиции или прихоти. Но в Слове Божьем, где занавес поднят, во всех действиях людей, во всех противоречивых столкновениях интересов, сил и стремлений, мы видим, как милосердный Бог бесшумно и терпеливо осуществляет свои планы. Внимание неба к делам земли Сохранив жизнь первому убийце, Бог преподал всей Вселенной урок относительно великой борьбы. Безграничный и всеведущий Бог видит конец от начала и его планы относительно того, как поступить с грехом всеобъемлюще и всесторонне. Он намерен не только положить конец восстанию, но показать всей Вселенной природу восстания. Непавшие жители других миров с глубочайшим интересом наблюдают за всем происходящим на земле. При сочувствии и одобрении всей Вселенной Бог шаг за шагом продвигает свой великий план к полному завершению, окончательному искоренению восстания. Смерть Христа ради искупления человечества не только открыла людям путь к небу. Она должна была пред всей Вселенной оправдать действия Бога и Сына во время восстания сатаны, утвердить непреложность закона Божьего, разоблачить сущность и последствия греха. Вся Вселенная взволнованно следит за завершающими сценами борьбы между добром и злом. Наш маленький мир является учебником для Вселенной. Примечание. Елена Уайт писала, что непавшие миры и небесные ангелы с величайшим интересом наблюдали за агонией Христа в Гефсимании. Рассуждая о четырехтысячелетней битве Христа с сатаной и заключительной победе на кресте, она употребила такие фразы, как «Они слышали», «Они видели», «Небо наблюдало», «Что за зрелище для небожителей». Глава 3. Когда это будет? Ученики спрашивают Христа о Его возвращении. Христос говорил это перед огромным скоплением народа. Но когда Он остался один, Петр, Иоанн, Иаков и Андрей пришли к Нему на гору Елеонскую. «Скажи нам», попросили они, «когда это будет и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Отвечая Своим ученикам, Иисус не стал разделять два события – разрушение Иерусалима и великий день Своего пришествия, слив воедино их описание. Если бы Он в полной мере открыл ученикам будущее, как оно виделось Ему, они не вынесли бы подобного зрелища. Жалея их, Он объединил описание двух великих событий, предоставив ученикам возможность самим уяснить заложенный в них смысл. Время возвращения Христа неизвестно. Многие, называющие себя адвентистами, определяют и назначают время пришествия Христа. Назначались разные сроки пришествия Христа, и только одно разочарование сменялось другим. Определение времени пришествия нашего Господа, как сказано в Священном Писании, выше человеческого ума. «Даже ангелы, которые служат наследником спасения, не знают этого дня и часа. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один». Нам неизвестно определенное время излития Духа Святого, ни пришествия Христа. Но почему Бог не дал нам такого знания? Если бы Он указал определенное время, мы неправильно воспользовались бы им. По причине такого знания состояние нашего народа не было бы на должном уровне, они весьма замедлили бы работу Божью в приготовлении людей, чтобы устоять в великий грядущий день. Наша духовная жизнь не основывается на возбужденном ожидании определенного времени. Вы не можете сказать, что Он придет через один, два или пять лет и в такой же мере отложить Его пришествие, заявляя, что Он не придет спустя десять или двадцать лет. Мы приближаемся к Великому Дню Божьему. Знамения исполняются, и все же нам не дано вести, говорящей о дне и часе Его явления. В Своем мудром провидении Господь скрыл эту дату от нас, чтобы мы всегда находились в состоянии ожидания и приготовления ко второму пришествию нашего Господа Иисуса Христа на облаках небесных. Точное время второго пришествия Сына Человеческого является Божией тайной. Весть, определяющая время второго пришествия, не наша весть. Мы не принадлежим к тому классу, который определяет точный период времени второго пришествия Христа, грядущего с великой силой и славой. Некоторые назначают время, и когда оно проходит, их самонадеянный характер не принимает замечаний, и они снова и снова назначают время. Но все последующие неудачи характеризуют их как ложных пророков. Бог не дал человеку вести, что пройдет пять, десять или двадцать лет, и история этой земли окончится. Он не желает даровать никому из людей извинения за замедление приготовления к его явлению. Он не желает, чтобы кто-либо, подобно неверному слуге, сказал, «Не скоро придет Господин мой», ибо это ведет к безрассудному пренебрежению возможностями и преимуществами, чтобы мы приготовились к этому великому дню». Назначение дат второго пришествия ведет к неверию, и так, как неоднократно назначенное время проходило, то мир становился все более решительным в своем неверии, чем это было прежде относительно приближающегося пришествия Христа. Они с отвращением смотрят на тех, кто определяет время, и поскольку люди были обмануты таким образом, они отворачиваются от истины, основанной на Слове Божьем и свидетельствующей о том, что конец всему очень близок. Я понимаю, что брат имел в виду, назначая время, что Господь придет в пределах следующих пяти лет. Теперь, я надеюсь, повсюду не распространяется впечатление, что мы являемся народом, назначающим время. Пусть не будет таких высказываний, они не приводят к добру. Не пытайтесь достигнуть возрождения на любой такой основе. Проявите должное внимание каждому произнесенному слову, чтобы фанатически настроенные люди не ухватились за какое-либо выражение и не произвели возбуждение, ибо Дух Господень будет опечален. Мы не желаем возбуждения человеческих страстей, где руководят чувства, а руководящая роль принципов отсутствует. Я осознаю, что мы нуждаемся в охране со всех сторон, ибо сатана действует со всем своим коварным искусством, прилагая все свои усилия, чтобы вредить. Нам необходимо страшиться всего, что может содействовать возбуждению на неверном основании, ибо за ним, несомненно, последуют печальные результаты. У церкви всегда будут появляться ложные и фанатичные движения, под влиянием личностей, которые утверждают, что ими руководит Бог. Это люди, забегающие вперед, прежде чем их посылают. Они назначают числа и дни исполнения неисполняющихся пророчеств. Сатана радуется, когда они это делают, терпя неудачи и попадая в лагерь заблуждения, вызвав смущение и неверие. После 1844 года нет пророческого времени. На лагерном собрании в Джексоне я прямо заявила этим фанатикам, что, совершая работу великого противника человечества, они утверждали, что обладают великим светом и что время благодати окончится в октябре 1884 года. Я публично заявила, согласно откровению Господнему, что с 1844 года Бог не мог даровать вести о каком-то определенном времени. Наша позиция заключается в том, чтобы ожидать и бодрствовать, не провозглашая никакого времени после окончания пророческих периодов в 1844 году и временем пришествия нашего Господа. Люди не будут иметь другой вести, касающейся определенного времени. После этого периода времени, простирающегося от 1842 до 1844 года, больше нет определенного пророческого времени. Самый большой период достиг осени 1844 года. Мне были показаны присутствующие на конференции. Ангел сказал, одни из них вскоре умрут, другие будут поражены во время семи последних язв, и лишь некоторые останутся в живых на земле, чтобы быть измененными при пришествии Иисуса. Так как время коротко, нам необходимо трудиться с прилежанием и двойной энергией. Наши дети не смогут учиться в колледже. В действительности неблагоразумно иметь детей в такое время. Время коротко, опасности последних дней окружают нас, и малые дети преимущественно будут успокоены прежде этого. В это время, когда история нашей земли уже близится к своему концу, и мы вскоре войдем в период времени скорби, какой не было с тех пор, как существуют люди, лучше для мужчин и для женщин оставаться свободными. Наступает время, оно недалеко, и некоторые из нас останутся живыми на земле и увидят исполнение предсказания. Услышат голос Архангела и трубы Божией, эхом отражающиеся от гор, равнин и моря, и проносящиеся до самых отдаленных частей земли. Время испытания находится близко перед нами, ибо с провозглашением праведности Христа Спасителя, прощающего грехи, уже начался в великий возглас третьего ангела. Это начало света того ангела, слава которого осветит всю землю. Объяснение замедления второго пришествия Христа. Долгая ночь тьмы и мрака все еще длится, а утренний рассвет по великой милости все еще задерживается, ибо если бы Господь уже пришел, столь многих Он нашел бы неготовыми. Если бы адвентисты после великого разочарования в 1844 году твердо стояли в вере и все вместе продолжали свое служение во свете открытого им проведения Божьего, принимая весть третьего ангела и в силе Святого Духа возвещая ее по всему миру, тогда они увидели бы спасение Божье, и Господь, сотрудничая с их усилиями, совершил бы свое дело, работа была бы окончена, и Христос уже пришел бы, чтобы дать награду своему народу. Воля Божия не заключалась в замедлении пришествия Христа. В течение сорока лет неверия, ропот и восстание не позволяли древнему Израилю войти в землю ханаанскую. Эти же грехи препятствуют современному Израилю войти в небесный ханаан. В обетованиях Божьих нет никаких ошибок. Неверия, Дух мира, непосвящение в разделение среди детей Божьих держат их в этом мире греха и скорби в течение стольких длинных лет. Если бы Церковь Христова выполнила то, что ей поручил Бог, то весь мир был бы предупрежден, и Господь Иисус пришел на нашу землю в силе и славе великой. Божье обетование условны. Так это было представлено мне. Действительно, время продлилось дольше, чем мы ожидали в ранние дни этой вести. Наш Спаситель не пришел так скоро, как мы надеялись. Но потерпело ли неудачу Слово Божье? Никогда. Мы должны помнить, что обетование и предостережение Божье даются на условии. Мы можем оставаться в этом мире из-за своего непослушания еще много лет, как это было с народом израильским. Но во имя Христа Его народ не должен добавлять грех к греху, обвиняя Бога в последствиях их собственного курса действий. Что Христос ожидает от нас? Христос со страстным желанием ожидает проявления самого себя в своей церкви. Когда характер Христа в совершенстве проявится в Его народе, Он придет, чтобы объявить Его своим собственным. Преимущество каждого христианина в том, чтобы не только желать, но и ускорить пришествие нашего Господа Иисуса Христа. Если бы все исповедующие Его имя приносили плод, как скоро весь мир был бы засеян семенами Евангелия? Скоро созрела бы последняя великая жатва, и Христос пришел бы собрать драгоценное зерно. Проповедуя из Евангелия миру, мы можем ускорить возвращение нашего Господа. Мы должны не только ожидать, но и приблизить наступление Божьего дня. Если бы Церковь Христова выполнила работу Божью, весь мир был бы предупрежден, и Господь Иисус пришел бы на нашу землю в силе и славе великой. Он дал нам возможность сотрудничать вместе с Ним и таким путем положить конец этому горю. Граница Божьего долготерпения Безграничный с безошибочной точностью ведет отчет, касающийся всех народов. В то время, как его милость продолжает постоянно взывать к раскаянию, этот отчет остается открытым, но когда он достигает намеченной им отметки, тогда войдут в силу его суды. Бог ведет отчет, касающийся всех народов. В небесных книгах против их имен записаны данные, и когда будет издан закон, предписывающий наказание за нарушение воскресного дня, чаша их беззакония наполнится. Бог ведет счет с народами. Вскоре придет время, когда беззаконие перейдет границы Божьего милосердия, и его долготерпению придет конец. Когда мера беззакония достигнет своей палаты, согласно грехам, отмеченным в небесной книге записи, будет излит гнев, не смешанный с милостью. Несмотря на то, что Бог, долготерпив по отношению к грешникам, существует предел, который люди не могут переступить, продолжая грешить. Когда люди достигают этого предела, благодать отнимается и разражаются суды Божьи. Наступает время, когда люди придут до определенного мерила в своем обмане, и Господь более не разрешит им приступать эту границу, и они увидят, что долготерпению иеговы есть конец и предел. Существует определенный предел, нарушение которого неминуемо влечет за собой суды иеговы. Беззаконие почти достигло своих границ. Остается лишь немного времени, пока земные жители наполнят чашу их беззаконие, и затем гнев Божий так долго задерживаемый разразится, и эта страна, получившая так много света, выпьет чашу его гнева, несмешанного с милостью. Чаша беззакония почти переполнилась, и карающие суды Божьи готовы излиться на виновных. Злодеяния жителей земли почти уже переполнили меру их нечестия. Земля уже почти достигла своего предела, когда Бог позволит губителю совершать над ней свою страшную работу. Беззаконие почти уже достигло своих пределов. Мир находится в замешательстве, и великий ужас вскоре постигнет всех людей. Конец очень близок. мы, знающие истину, должны готовиться к тому, что вскоре неожиданно разразится над миром. Великий День Божий всегда должен быть в нашей памяти. нам необходимо приучать себя мыслить и часто сосредотачиваться на великих сценах суда, происходящего в наше время, а также на сценах грядущего Великого Дня Божьего, когда все это откроется, все это отразится на нашем характере. Один брат сказал мне, «Сестра Вайт, как вы думаете, придет ли Христос в течение предстоящих десяти лет? Какое различие это произведет в вашей жизни, придет ли он через два, четыре или десять лет?» Он сказал, «Конечно, есть различие, если я знаю, что Господь придет через десять лет». «Что бы вы желали сделать?» спросила я. «Я бы продал свою собственность и начал исследовать Слово Божие, старался предостеречь людей, помогая им приготовиться к Его пришествию и умолял бы Бога о своем личном состоянии, чтобы быть готовым встретить Его». Тогда я возразила, «Если бы вы знали, что пришествие Господа не произойдет в течение следующих двадцати лет, вы бы жили иначе?» Он ответил, «Думаю, что да». Насколько эгоистично было его высказывание, что он должен жить совершенно другой жизнью, если бы знал, что его Господь придет в течение десяти лет. А в Дизиенах ходил с Богом триста лет. В этом великий урок для нас, чтобы мы ходили с Богом каждый день, и только в том случае мы будем в безопасности, если будем ожидать и бодрствовать. Краткость времени «Да не даст Господь покоя ни днем, ни ночью тем, кто теперь в деле Божьем беспечен и равнодушен». Конец близок. Именно краткость времени такую мысль Иисус желает сохранить постоянно в нашем сознании. Когда мы будем стоять вместе со всеми искупленными на кристальном море с золотыми арфами и венцами славы, а перед нами будет простираться беспредельная вечность, только тогда мы осознаем, каким кратким был период ожидания нашего испытания. Глава четвертая Божья церковь последнего времени Народ Божий соблюдает его заповеди. Бог имеет на земле церковь, которая стремится возвысить его попранный закон и представит людям Агнца Божьего, берущего на себя грехи всего мира. Есть только одна церковь на земле, которая в настоящее время стоит в проломе, восстанавливает разрушенную ограду и застраивает пустыни вековые. Пусть каждый воздержится выступать против единственного народа, исполняющего пророчества, данные относительно остатка церкви, который соблюдает заповеди Божьи и имеет веру Иисуса Христа, стремясь в это последнее время возвысить нравственный закон. Бог имеет особый народ, свою церковь на земле, которая, не уступая никому своих позиций, превосходит всех своей способностью проповедовать истину и отстаивать закон Божий. «Брат, вы не правы», называя церковь адвентистов седьмого дня Вавилоном. «Они имеют свидетельство Иисуса». По мере приближения к концу и распространения последней вести предостережения, перед принявшими настоящую истину будет стоять серьезная задача иметь определенное и ясное представление о природе и влиянии свидетельств, которые Бог в своем проведении связал с работой трехангельской вести с самого начала ее возникновения. Люди могут выдвигать один план за другим, а враг будет выискивать пути для отвращения людей от истины. Но все, кто верит, что Господь говорит через сестру Уайт и что Он дал ей весть, будут находиться в безопасности от многих обольщений, которые придут в эти последние дни. Появятся люди, хвалящиеся своими видениями. Когда Бог дает вам ясное доказательство, что видение от Него, принимайте Его, но не иначе, как на таком основании, ибо за границей и в самой Америке все чаще стали проявляться случаи заблуждения. Пограничные знаки библейских доктрин. После 1844 года начался период великих событий, открывший нашему удивленному взору истину об очищении небесного святилища. Эта истина имеет прямое отношение к народу Божьему на земле, а также первую и вторую ангельскую вести и третью, раскрывшую знамя, на котором написано «Заповеди Божьи и вера Иисуса». Одним из пограничных знаков этой вести является Храм Божий на небесах и Ковчег Завета, содержащих в себе закон Божий. Эту истину любящий Его народ увидел в небесах. Свет о субботе согласно четвертой заповеди засиял своими яркими лучами, проливая свет на путь нарушителей закона Божьего. Смертное состояние нечестивых является древним пограничным знаком. Я не могу припомнить ничего более, что можно было бы отнести к древним пограничным знаком. Отличительная миссия адвентистов седьмого дня. Господь сделал нас хранителями Его закона. Он доверил нам священную и вечную истину, которую надлежит передать народу в верных предостережениях, увещеваниях и ободрениях. Адвентисты седьмого дня избраны Богом как особый народ, отделенный от мира. Великим молотом своего слова истины Бог отсек их от скалы этого мира и привел их в связь с собою. Он сделал их своими представителями и призвал их быть Его посланниками в заключительной работе спасения. Самые великие сокровища истины, когда-либо вверенные смертным, самые важные и серьезные предупреждения, когда-либо посылаемые Богом человеку, переданы им для возвещения миру. Адвентисты седьмого дня в особенном смысле этого слова призваны в мире быть стражами и носителями света. Им вверено последнее предостережение для погибающего мира. Над ними воссиял чудный свет и Слово Божьего. Им доверена в высочайшей степени торжественная работа, возвещение первой, второй и третьей ангельской вести, и нет более важной работы, чем это. И они не должны позволить, чтобы что-либо другое отвлекло их внимание от этого поручения. Причины, почему была организована церковь адвентистов седьмого дня. По мере увеличения числа наших членов стало ясно, что без установления организации может возникнуть большая путаница, и работа не сможет продвигаться успешно. Чтобы обеспечить содержание проповедников, совершать работу на новых полях, оградить общины и их руководители от недостойных членов, чтобы обеспечить сохранность церковного имущества, распространять истину печатным путем, и ради многих других целей была необходима организация. Свыше через Духа Святого нам был послан свет о том, что в Церкви должен быть порядок и дисциплина, что организация необходима. Система и порядок видны во всех делах Божьих и во всей Вселенной. Порядок есть закон неба, и он должен быть также законом народа Божьего на земле. Организация всегда будет необходимой. Если эти церкви не будут организованы, чтобы поддерживать и сохранять порядок, они не смогут иметь надежду на процветание в будущем. Они распадутся на мелкие части. О, как бы ликовал и радовался сатана, если бы он смог проникнуть в среду нашего народа и произвести дезорганизацию в нашей работе в то время, когда так необходимо полная организация, являющаяся огромнейшей силой, чтобы сохранить наше движение от ложных проявлений и дать отпор всем незаконным требованиям, неподдержанным Словом Божьим. Мы нуждаемся в постоянном сохранении нашей генеральной линии, чтобы не нарушилась система организации порядка, которые были заложены в свое время ценой мудрого и кропотливого труда. Мы не должны выдавать удостоверение беспорядочным элементам, которые желают контролировать работу в это время. Некоторые выдвигают мысль, что в заключительный период времени каждое Дитя Божье будет действовать и поступать независимо от любой религиозной организации. Но Господь показал мне, что в нашей работе ни один человек не может действовать независимо. Приближаясь к последнему кризису, вместо того, чтобы считать, что порядок и согласованность действиями не необходимы, нам следует работать более систематично, чем до сих пор. Особый авторитет Божьей Церкви Бог наделял свою Церковь особым авторитетом и властью. Всякого, кто пренебрегает и презирает ее, нельзя извинить и оправдать, ибо так поступая, человек презирает голос Бога. Бог наделил свою Церковь наивысшей властью под небом. Она является голосом Божьим, Его объединенного народа, и это право необходимо уважать. Время духовной слабости и слепоты. Я подтверждаю все то, о чем заявила в Миннеаполисе, что в Церкви должна произойти реформа. Необходимо провести реформу, ибо духовная слабость и слепота отличают народ, которого Бог почтил благословением, великим светом, драгоценными возможностями и преимуществами. Как реформаторы, они вышли из различных церквей, но теперь они поступают подобно церквам, из которых вышли. Но мы надеемся, что не будет необходимости во втором выходе. Хотя мы будем пытаться сохранить единство Духа в союзе мира, мы не прекратим устно и письменно протестовать против фанатизма. О тех, которые хвалились своим светом и не ходили в нем, Христос сказал, «Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, адвентисты седьмого дня, имеющий великий свет, до ада не зергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня». Примечание Это единственное известное заявление Елены Уайт, подчеркивающее, что она могла потерять доверие к церковной организации адвентистов седьмого дня. Сомнение, выраженное здесь, никогда больше не повторялось на протяжении остающихся 26 лет ее жизни. Церковь находится в лаудикийском состоянии, в ее среде нет Божьего присутствия. Руководство церкви злоупотребляет властью. Генеральная конференция сама по себе прониклась ложными понятиями и принципами. Люди заняли несправедливую позицию по отношению к тем, кого они считают своими подчиненными. Они решили диктовать каждому свои условия, чтобы остаться на посту управления, хотя бы это и привело всех к погибели. Деспотизм власти, утвердившийся вследствие того, что люди злоупотребляли своим высоким положением и стали считать себя своего рода богами, вызывает во мне сильное беспокойство и опасение. Такой деспотизм является проклятием, где бы и кем бы он не осуществлялся. Слишком уж большая ответственность возложена на немногих людей, в то время как некоторые из них не сделали Бога своим советникам. Что знают эти люди о нуждах работы Божьей за границей? Как они могут ответить на вопросы, связанные с какой-либо информацией? Тем, кто проживает за границей, пришлось бы ждать ответа на свои вопросы целых три месяца, даже в том случае, если бы не было задержки в переписке. Живущие в отдельных странах не могут поступать согласно своего суждения до тех пор, пока не получат разрешение на свой письменный запрос из батл-крика. Прежде чем начать действовать, им надо ожидать ответа «да» или «нет» из этого места. Неразумно избирать одного человека председателем Генеральной Конференции. Работа Генеральной Конференции расширилась, и многое в ней безнадобности усложнилось. Теперь нам недостает четкости. В этом случае необходимо разделение полей или же разработать какой-либо другой план с тем, чтобы изменить создавшееся положение. Примечание. Церковь Адвентистов Седьмого Дня была организована в 1863 году при наличии трех с половиной тысяч членов и шести местных конференций, тридцать рукоположенных служителей, а комитет Генеральной Конференции состоял из трех человек. При таком положении президент Генеральной Конференции мог хорошо руководить и давать советы. Он мог лично присутствовать на каждом важном собрании и лично уделять внимание делам, связанным с издательской работой. Но после 1896 года церковь весьма расширилась, вышла за пределы США, трудилась в Европе, Австралии и Африке. Посему для одного человека было уже невозможно управлять столь огромным полем. Елена Уайт настаивала на разделении полей, чтобы наши церковные члены по всему миру не обращались к одному человеку за советом. Это привело к созданию унионных конференций и дивизионов. Неблагоразумные руководители не могут говорить вместо Бога. Голос из баттл-крика, который рассматривался как авторитет в Совете, каким образом совершать работу, не является более голосом Божьим. Это было несколько лет тому, когда я считала Генеральную конференцию голосом Божьим. Эти мужи должны стоять на святом месте, чтобы быть голосом Божьим для народа, как мы однажды представляли Генеральную Конференцию. Все это в прошлом. Нет необходимости в учреждении новой церкви. Вы берете некоторые места и свидетельств, в которых сказано о последнем испытании, о просеянии народа Божьего, и говорите, что из этого народа должен выйти более чистый и святой народ. Такие утверждения угодно сатане. Если бы многие согласились с вашими взглядами и стали говорить и поступать, руководствуясь ими, мы бы стали свидетелями одного из самых значительных проявлений фанатизма, которое когда-либо наблюдалось среди адвентистов седьмого дня. Этого как раз хочет сатана. Господь не вручил вам вести называть адвентистов седьмого дня Вавилоном, обращаясь с призывом к народу Божьему выйти из нее. Все могущие быть представленные вами доводы по этому поводу не в состоянии перевесить моих, так как Господь даровал мне определенный свет, противоположный такой вести. Я знаю, что Господь любит свою церковь. Она не должна быть расстроена или разбита на независимые части. В этом нет ни малейшей последовательности, нет ни малейшей очевидности, что такое должно произойти. Говорю вам, мои братья, Господь имеет организованную церковь, через которую Он будет совершать свою работу. Среди них может быть не один десяток иуд, может быть также горячий Петр, которые при испытании отрекаются от своего Господа. Когда кто-либо отделяется от организованной церкви, соблюдающей заповеди Божьи, когда он начинает взвешивать церковь на своих человеческих весах и высказывает против этой церкви суждения, тогда можете быть уверенными, что Бог не ведет такого, Он на ложном пути. Бог приведет все в порядок. Нет нужды сомневаться, нет нужды страшиться, что работа не увенчается успехом. Бог возглавляет свое дело, и Он приведет все в полный порядок. если возникнет необходимость в личностях, возглавляющих дело Божье, Господь позаботится об этом и исправит всякую несправедливость. Будем же верить, что Бог благополучно приведет благородный корабль с народом Божьим в гавань вечности, в порт назначения. Спрашивается, неужели у Бога нет живой церкви? Нет, это не так. У Него есть церковь, но эта церковь борющаяся, а не победоносная. Мы сожалеем о том, что в наших рядах есть члены с недостатками, что среди пшеницы имеются плевелы. Хотя в церкви существует зло, которое будет находиться в ней до конца истории нашей земли, она в последнее время будет светом мира, находящегося по причине греха в состоянии пагубного растления. Церковь, будучи слабой и несовершенной, нуждающейся в обличениях, предостережениях и советах, является единственным предметом на земле, о котором Христос проявляет свою исключительную заботу. Сатана больше никогда не оправится от нанесенного ему поражения. Преимущество перейдет к трехангельской вести, которая в конечном итоге одержит победу. Подобно тому, как вождь небесного воинства разрушил Иерихонские стены, так народ господень, соблюдающий заповеди, восторжествует, а все оказывающие сопротивление погибнут. Настоятельная необходимость в распределении обязанностей. Из выступления Елены Уайт 2 апреля 1901 года при открытии сессии генеральной конференции в Баттл-Крике Реорганизация вот в чем мы нуждаемся сегодня. Мы нуждаемся начать с основания и строить на другом отличительном принципе. Здесь находятся люди, возглавляющие наши различные учреждения, учебные заведения и конференции, приехавшие со многих местностей и различных штатов. Все они представляют многих членов, чтобы иметь голос в формировании и уточнении предлагаемых планов. В руководстве должно быть более чем один, два или три человека, чтобы заботиться о великом мировом поле. Работа весьма обширна, и один человеческий ум не в состоянии планировать всю работу, которая должна быть сделана. Теперь желаю сказать, что Бог не возложил на кого-либо в наших рядах царскую власть, чтобы контролировать ту, или другую отрасль дела. Дело Божье сдерживается усилиями, контролирующими его в каждой отрасли. Поэтому необходимо обновление, реорганизация. Власти силы должны быть сосредоточены в необходимых комитетах. Необходимо сформировать ряд новых унионных конференций, таких, как по воле Божьей была организована унионная конференция в Австралии. Нет необходимости посылать запросы в Баттл-Крик за тысячу километров, чтобы получить совет и затем многие недели ожидать ответа. Надлежащие лица на правильной основе, на местах, должны решать, что необходимо сделать. Отклик на действия сессии генеральной конференции 1901 года. Как вы считаете, кто был среди нас с того времени, как началась генеральная конференция? Кто устранил нежелательные вызывающие возражения проблемы, обычно возникающие в таком собрании? Кто присутствовал среди находившихся в этом святилище? Небесный Бог и его ангелы. И они пришли не для того, чтобы раздирать нас на части, но чтобы дать правильные миролюбивые мысли. Они находились среди нас, чтобы совершать дело Божье, сохранить от силы тьмы, и чтобы беспрепятственно совершалось намеченное его дело. Никогда в своей жизни я не была более изумлена, чем в повороте событий, происшедших на этом собрании. Относительно всего этого я получила наставление, но до тех пор, пока не был подведен итог собрания, я не могла вполне постичь сущности этого наставления. Ангелы Божьи не сходили и восходили, общаясь в этом собрании. Я желаю, чтобы каждый из вас помнил это, особенно о том, что он исцелит раны своего народа. В период генеральной конференции Господь совершил великое для своего народа. Каждый раз, когда я размышляю об этом собрании, но проходит предо мною как приятное, радостное, торжественное воспоминание и возбуждает в моей душе дух благодарности. Мы видим величественные шаги нашего Господа и Искупителя. Мы прославляем Его Святое Имя, ибо Он принес избавление своему народу. Возникла необходимость организовать унионные конференции, чтобы генеральная конференция не проявляла диктата над всеми отдельными местными конференциями. Власть, сосредоточенная в генеральной конференции, не должна быть сконцентрирована в одной, двух или шести личностях. Это должен быть совет людей, вышестоящие над отдельными дивизионами. Доверие к организации церкви адвентистов седьмого дня снова подтверждено. Мы теперь не можем отступить от основания, установленного Богом. Мы не можем теперь вступить в новую организацию, ибо это будет отступлением от истины. Мне поручено сказать адвентистам седьмого дня во всем мире, что Бог назвал нас своим народом, чтобы мы были его дорогим сокровищем. Он определил, что его церковь на земле твердо устоит единой в духе и совете Господа сил до конца времени. Бывали случаи, когда небольшая группа мужей, заверившись генеральными полномочиями в работе, пыталась своими генеральной конференции провести неразумные планы и тем самым нанести ущерб работе Божьей. Тогда я прямо и открыто заявила, что не буду считать голос генеральной конференции, представленный этими несколькими лицами, голосом Божьим. Но это не говорит о том, что решение сессии генеральной конференции, состоящее из законно избранных представительных лиц, недостойны уважения. Бог определил, чтобы представители его церкви со всех концов земли, собираясь совместно на генеральную конференцию, имели право власти и голоса. Некоторые же совершают большую ошибку, отдавая предпочтение разуму и суждению одного человека или небольшой группы людей, в то время как полная мера авторитета и влияния Бог наделил свою церковь в голосе решения генеральной конференции, собирающейся для вынесения планов, способствующих процветанию и продвижению его работы. Никто не может быть оправдан в пренебрежении и презрении особого авторитета и власти, которыми Бог наделил свою церковь, ибо поступающий так ни во что не ставит голос Бога. Я весьма рада и благодарна, сознавая, что Бог Израилев все еще ведет народ свой и что он будет вместе с ним до конца. Заявление Уайт, сына Елены Уайт, я поведал ей, миссис Лидия Скотт, как мать рассматривала опыт церкви остатка и ее положительное учение заключалось в том, что Бог не допустит отступления в этой церкви до такого состояния, чтобы был необходим выход в другую церковь. Все еще необходимо духовное возрождение. Однажды в полдень я писала о работе, которая могла быть совершена на последней генеральной конференции, если бы мужи, занимающие ответственные посты, повиновались воле Божьей, те, которые имели большой свет, не ходили в нем. Собрание было закончено, но цель не была достигнута. Мужи не смирили себя пред Господом, что они должны были сделать, и Святой Дух не был излит в их сердца. Я писала в таком духе, как внезапно потеряла сознание, и мне казалось, что я присутствую на собрании в батл-крике. Все мы были собраны в большом зале церкви, была вознесена молитва, пропет псалом, и снова были совершены молитвы. К Богу были вознесены самые горячие просьбы, чувствовалось присутствие Святого Духа. Среди всех присутствующих не оказалось ни одного человека, который был бы настолько горд, чтобы от всего сердца не исповедовался, и следует заметить, что этому задавали тон мужи, занимающие высокое положение. И такая радость охватила всех присутствующих, какое еще не было в этом зале собрания. Пришед в себя, я некоторое время не могла понять, где я нахожусь. Я осмотрелась. В руке я по-прежнему держала ручку. И вдруг я услышала голос. Это могло произойти. Бог желает, чтобы это произошло в среде Его народа. Все небо ожидает, чтобы излить свою милость и любовь. Я подумала, чего бы мы достигли, если бы это произошло на последней генеральной конференции. Я была глубоко впечатлена сценами, прошедшими передо мной в ночном видении. Во многих местах происходило великое движение, работа, возрождение. Отвечая на призыв Господа, наш народ двигался в единой линии. Бог терпеливо относится к своему народу. Церковь терпит неудачу, к сожалению, не имеет успеха согласно ожиданий ее искупителя, и все же Господь не удаляется от своего народа. Он все еще терпеливо относится к ним не из-за каких-то обнаруженных в них добродетелей, но чтобы его имя не было обесчищено перед врагами истины и праведности, чтобы сатанинские силы не восторжествовали в уничтожении народа Божьего. Он долго переносит их упрямство, неверие и безрассудство. Он воспитывает их с изумительным долготерпением и состраданием. Если они прислушиваются к его наставлениям, он очистит их греховные наклонности, спасет их вечным спасением и сделает их вечными памятниками силы своей благодати. Знамение времени 13 ноября 1901 года. Будем помнить, что церковь, какой бы она ни была слабой, полная недостатков, является единственным объектом на земле, которому Христос проявляет свое наивысшее внимание. Он постоянно наблюдает за ней и заботится, укрепляя ее своим Святым Духом. Бог трудится с теми, кто верен Ему. Господь Иисус всегда имеет служащий Ему избранный народ. Когда иудейский народ отверг Христа, князя жизни, Он отнял от них Царство Божье и передал Его язычникам. Согласно этому принципу, Бог продолжает действовать в каждой отрасли своего дела. Когда церковь проявляет неверность к слову Господа, каким бы ни было их высокое святое призвание, Господь не может более работать с ними. В таком случае избираются другие, чтобы нести важные ответственности. Но если и эти, в свою очередь, не очистят свою жизнь от каждого греховного, несправедливого действия, если они не упросят чистые святые принципы во всем их объеме, тогда Господь с сожалением допустит им страдания, будет смирять их, и если не покаяться, с выговором устранит их с занимаемых мест. Судимы согласно полученному свету. Церковь адвентистов седьмого дня будет взвешена на весах святилища. Она будет судима согласно представленной ей возможности и преимуществ. Если ее духовный рост не отвечает представленным ей возможностям, и если все полученные ее благословения не сделали ее способной выполнять вверенную ей работу, тогда на ней будет произнесен приговор «найдена легкой». Она будет судима согласно полученному свету и предоставленных ей возможностей. Торжественные предостережения, данные в разрушении дорогостоящих зданий огнем, говорят нам «вспомни, откуда ты не спал, покайся, и твори прежние дела твои». Примечание. Баттлкригский санаторий, самое большое и наиболее известное учреждение адвентистов во всем мире, сгорело до основания 18 февраля 1902 года. После этого последовало уничтожение огнем 30 декабря 1902 года издательства Review and Geralt. Если церковь, которая в настоящее время заквашена своими собственными отступлениями, не раскается и не обратиться, она будет вкушать от плодов своих собственных дел, пока не испытает к себе отвращения. Если же она восстанет против зла и решится делать добро, тогда она будет искать Бога с полным смирением и достигнет своего наивысшего призвания во Христе, прочно обосновавшись, на платформе истины и верой будет крепко держаться за данные ей обетования. Она будет исцелена. Тогда она явится в данной ей Богом простоте и чистоте, удалившись от мирского зла и свидетельствую о том, что истина сделала ее свободную. Тогда ее члены воистину будут избранниками Божьими, его представителями. История Израиля предостережение для нас. В эти последние дни народ Божий будет подвержен тем же опасностям, которые угрожали древнему Израилю. Не принявшие данных Богом предостережений встретятся с опасностями, которые некогда переживал древний Израиль и не войдут в покои из-за неверия. Древний Израиль много пострадал по причине их неосвященного сердца и упрямой воли. Их окончательное отвержение как народа Божьего результат их собственного неверия, слепоты ума и жестокости сердца. В их истории мы видим зажженный перед нами опасный сигнал. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Борющаяся церковь несовершенна. Церковь борющаяся это не торжествующая церковь и земля не является небом. Церковь состоит из ошибающихся несовершенных людей, которые лишь учатся в школе Христа, чтобы быть приученными к добрым навыкам, дисциплинированным, воспитанным как для нынешней, так и для будущей бессмертной жизни. Знамение времени 4 января 1883 года. Некоторые думают, что вступив в церковь, они увидят в ней осуществление своих ожиданий, встречая в ней только людей совершенного характера. Они ревностны в вере и когда видят недостатки членов, говорят, мы ушли из мира, чтобы больше не встречаться со злыми людьми, но зло оказывается есть и здесь. И они спрашивают, как и слуги господина в притче, откуда же плевелы? Мы, однако, не должны разочаровываться на этот счет, ибо Господь нигде не гарантирует, что церковь в ее настоящем положении должна быть совершенной, и весь наш пыл довести ее чистоту до уровня победоносной церкви окажется напрасным. Господь запретил нам применять какую бы то ни было силу по отношению к тем, которые, по нашему мнению, заблуждаются, и мы не вправе их не осуждать, не исключать. Торжествующая церковь будет верной и христоподобной. Работа будет вскоре окончена. Члены борющейся церкви, оказавшиеся верными, станут торжествующей победоносной церковью. Жизнь Христа была преисполнена божественной вестью о любви Божьей, и он страстно желал в изобильной мере передать эту любовь другим. Его лицо светилось сочувствием, все его поведение, все его действия характеризовались милосердием, смирением и любовью. Каждый член его борющейся церкви, если он желает соединиться с торжествующей, победоносной церковью, должен проявлять эти же качества характера. Глава пятая Посвященная жизнь церкви остатка Двойная жизнь В наш век перед самым пришествием Христа во славе на облаках небесных необходимо выполнить такую же работу, которую совершал Иоанн Креститель. Бог призывает мужей, которые приготовят народ, чтобы устоять в великий день Господень. Чтобы проповедовать весть, подобную вести Иоанна, нам необходимо иметь такой же духовный опыт. В нашей жизни должно проявляться такое же глубокое действие Божие. Нам необходимо созерцать Бога и, смотря на Него, потерять из вида свое собственное «Я». Общение с Богом облагородит наш характер и всю нашу жизнь, и люди узнают нас, как в свое время узнавали первых учеников, что мы были с Иисусом. Это сделает работника Христова сильным, как ничто другое, и этим преимуществом он не должен пренебрегать. Мы должны жить двойной жизнью, жизнью размышления и действия, тихой молитвой и серьезной работой. Молитва и усилия, усилия и молитвы пусть будут трудом всей нашей жизни. Мы должны так молиться, чтобы вся действительность и хвала принадлежала только Богу, а труд как долг был вашим личным. Человек не может чувствовать себя в безопасности, если он проводит без молитвы хотя бы один день или час. Тот, кто ничего не делает, а только молится, вскоре прекратит молиться. Твердо укорененное во Христе Буря приближается, которая испытает прочность веры каждого человека. Верующие сейчас должны быть твердо укорененными во Христе или же они будут увеличены каким-либо заблуждением. Всем нам было бы очень полезно каждый день проводить один час в размышлении о жизни Христа. Мы должны изучать ее во всех деталях, представляя себе каждый эпизод, а особенно заключительное событие. Единственная защита от зла Христос живущий в сердце поверив его праведность. До тех пор, пока у нас не будет живой связи с Богом, мы никогда не сможем противостоять греховному влиянию собелюбия, потворству своим желаниям и искушению ко греху. Мы можем отказаться от многих дурных привычек, на какое-то время даже освободиться от сатаны, но без живой связи с Богом, без полного подчинения Ему, мы потерпим поражение. Не познав Христа и не имея постоянного общения с Ним, мы оказываемся во власти врага и в конце концов будем выполнять Его волю. Христос и Его распятие должны стать темой нашего размышления, темой наших бесед, наших наиболее глубоких и приятных чувствований. Преобразованные Духом Святым Человеческое сердце никогда не узнает полноты счастья, пока не подчинится преобразующему влиянию Духа Божьего. Дух преобразует обновленную душу по образу Иисуса Христа. Благодаря Его влиянию вражда против Бога заменяется верой и любовью, а гордость смирением. Душа воспринимает красоту истины, и Христос прославляется превосходными качествами и совершенством характера. У нас нет ни одного побуждения, ни одной умственной способности и сердечной наклонности, которые ежеминутно не нуждались бы во влиянии Духа Божьего. Дух Святой озаряет нашу тьму, сообщает знания нашему неведению и помогает нам в наших многоразличных нуждах. Но наши мысли должны быть постоянно сосредоточены на Боге. Если мы позволим, чтобы нашим разумом овладела светскость, если в нас нет желания молиться, нет желания общаться с тем, кто является источником силы и мудрости, Дух не будет пребывать с нами. Необходимость в изучении Библии. Обновленное сердце не сможет находиться в неоскверненном состоянии без ежедневного применения соли Слова Божьего. Божественную благодать необходимо воспринимать ежедневно, иначе человек не сможет быть постоянно обращенным. Пусть ваша вера будет подтверждена Словом Божьим. Ухватитесь твердо за живое свидетельство истины. Имейте веру во Христа как личного Спасителя. Он был и всегда будет нашей скалой веков. Христианам необходимо готовиться к тому, что вскоре самым неожиданным образом разразится над миром, и это приготовление должно заключаться в тщательном изучении Слова Божьего и в упорном стремлении сообразовать свою жизнь с его принципами. Лишь те, кто укрепил свой разум библейскими истинами, устоят в последней великой борьбе. Только те, кто сведусь в Священном Писании, те, кто принял любовь истины, будут защищены от великого прельщения, которое пленит весь мир. Наш народ нуждается в том, чтобы знать тайны Божьи, иметь последовательное знание принципов открытой истины, что могло бы приготовить их к грядущим событиям на земле и остаться твердыми перед лицом различных ветров лжеучений. Запоминайте места Священного Писания. Ежедневно, несколько раз в день драгоценные золотые минуты должны посвящаться молитве и изучению Священного Писания, хотя бы только для того, чтобы изучать тексты на память и духовная жизнь могла пребывать в душе. Драгоценное Слово Божие является мерилом для юношей, желающих быть верному небесному Царю. Пусть таковые изучают Священное Писание, вносят текст за текстом свою память и знакомятся с познаниями, высказанными Господом. Воздвигните вокруг себя стену из Священных Писаний, и вы увидите, что мир не сможет разрушить ее. Запоминайте места Священного Писания, и когда Сатана явится со своими искушениями, противостаньте ему словом «Написано». Таким образом наш Господь встречал искушения Сатаны и противостоял им. Развесьте в залах своей памяти драгоценные слова Христа. Они будут намного ценнее серебра или золота. Берите с собой на работу карманную Библию и используйте каждую возможность, чтобы, читая, запомнить ее драгоценное обетование. Наступит время, когда многие будут лишены написанного слова. Но если это слово будет отражено в их памяти, никто не сможет отнять его от них. Изучайте Слово Божие, запоминайте его драгоценное обетование, чтобы, когда нас лишат Библии, мы могли знать Слово Божие. 14 глава Откровения Якорь спасения народа Божьего В эти последние дни наша обязанность выяснить полное значение первой, второй и третьей ангельской вести. Все наши действия должны быть в согласии со Словом Божьим. Первая, вторая и третья ангельские вести все соединены и открыты в 14 главе Откровения начиная с 6 стиха до конца. Многие из принявших третью ангельскую весть не принимали участие в возвещении первых двух вестей. Сатана видел это и помышлял, как погубить их. Но третий ангел указал им на святое святых и тем, которые приобрели опыт при возвещении прежних вестей, был указан путь, ведущий в небесное святилище. Многие увидели единую стройную цепь истины в этих ангельских вестях и с радостью приняли их в той последовательности, как они были даны Богом и своей верой вместе с Иисусом проследовали в небесное святилище. Эти вести, как мне было показано, были якорем для народа Божьего. Те, которые уразумеют их, не будут увлечены никаким сатанинским ветром учения. Приучайте разум верить Слову Божьему. Чувствующий свободу сомневаться в Слове Божьем, сомневается во всем, где только предоставляется случай для неверия, обнаружит, что при наступлении скорбного времени им придется пережить чрезвычайную борьбу, чтобы иметь веру. Почти невозможно преодолеть влияние, сковывающее ум, воспитанный в духе неверия, ибо таким образом душа держится в сетях сатаны и бессильно сама по себе разорвать ужасную сеть, которая все теснее и теснее затягивается вокруг души. Заняв положение сомнения, человек тем самым призывает себе на помощь силы сатаны. Единственная надежда для воспитанного в духе неверия беспомощно отдаться в руки Спасителя и подобно детяти подчинить свою волю и свой путь Христу, который может вывести из тьмы в чудный свой свет. Человек не в силах избавить себя от сетей сатаны. Воспитавший себя в духе подозрительности, сомнения и критики укрепляет себя в неверии. Приготовление к будущим испытаниям. Представ перед судом за свою веру, слуги Христа не должны готовиться, что им говорить. Это приготовление должно происходить ежедневно, накопляя в их сердцах драгоценные истины Слова Божьего, насыщаясь учениями Христа и через молитву укрепляя свою веру. И когда придет испытание, тогда Дух Святой напомнит особые истины, которые достигнут сердец слушающих. В нужное время Бог напомнит им познания, полученные путем тщательного исследования Священного Писания. И когда наступит время испытания, мужи, проповедующие сегодня истину другим, увидят свое бессилие дать удовлетворительный ответ на многие вопросы. И только это сможет открыть им великое невежество. Многие в церкви думают, что они хорошо осведомлены в пунктах истины, но только предстоящая борьба откроет им личное бессилие. Разлученные со своими единоверцами и вынужденные стать одинокими и дать необходимое свидетельство о своей вере, они сами будут поражены своим смутным представлением о многих вопросах, касающихся истины. Контролируйте нравственные силы. Способность представить основание нашей веры хорошее достижение, но если истина не проникает более глубоко, душа никогда не будет спасена. Сердце должно быть очищено от всякого морального осквернения. Немногие осознают свою обязанность проявлять контроль над своими мыслями и воображениями. Трудно сохранить невоспитанный ум сосредоточенным на полезных темах. Но если мысли не заняты надлежащим образом, в такой душе не может процветать религия. Наш ум необходимо занимать светлыми и вечными истинами, или он будет лелеять легкомысленные поверхностные мысли. Интеллектуальные и моральные силы необходимо воспитывать, и они будут укреплены и усовершенствованы посредством упражнений. Мы весьма нуждаемся в том, чтобы поощрять и воспитывать чистые, целомудренные мысли и скорее укреплять моральные силы, чем низкие плотские силы. Да поможет нам Бог пробудиться от нашего потакания своим слабостям и страстям. Пример Еноха Прежде своего переселения на небо Енох ходил с Богом 300 лет и состояние мира в то время не было более благоприятным для совершенствования христианского характера, чем теперь. А каким образом Енох ходил с Богом? Он приучил свой ум и сердце к постоянному сознанию, что он находится в присутствии Божием и во время затруднений его молитвы возносились к Богу, чтобы он сохранил его. Он отказывался занять любой курс, который был неприятен Богу. Он постоянно осознавал присутствие Господа. Вот его молитва. «Научи меня пути твоему, чтобы я не мог заблудиться. Какова твоя воля относительно меня? Что мне делать, чтобы почитать тебя, мой Бог?» Таким образом он постоянно сообразовывал свой путь и курс жизни в соответствии с Божьими заповедями и имел совершенное доверие к Небесному Отцу, чтобы он помог ему. Он не имел своих собственной мыслей и воли. Он подчинил их воле своего Отца. Енох является представителем тех, кто во время Второго пришествия Христа будет переселен в небо, не увидев смерти. Енох был искушаем подобно нам. Он не был окружен обществом, которое более дружественно относилось к праведности, чем окружены мы. Атмосфера, которую он вдыхал, была, как и сегодня, заражена грехом и развращением, но он жил святой жизнью. Он был не запятнан преобладающими грехами века, в котором жил. Посему и мы можем оставаться чистыми и неосковерненными. Помните о прошлых Божьих благословениях. Обозревая нашу прошлую историю, просматривая шаг за шагом наше продвижение вперед до настоящего времени, я могу сказать «Слава Богу! Видя, что Бог совершил, я исполнено изумление и доверие ко Христу как руководителю. Нам нечего страшиться будущего, если мы не забудем пути, которым Господь вел нас и его поучение в нашей прошлой истории». Время для серьезного размышления. Если когда-либо было время для серьезного размышления для всех, кто благоговеет перед Богом, то это время теперь, когда так необходимо личное благочестие. Зададим себе вопрос, кто я есть и в чем заключается моя работа и миссия в настоящее время? На какой стороне я нахожусь? На стороне Христа или врага? Пусть каждая душа смирится перед Богом, ибо мы теперь несомненно живем в великий день примирения. Даже сейчас дела многих проходят в обозрении перед Богом, ибо они на малое время покоятся в своих могилах. Ваше исповедание веры не является гарантией в этот день, но состояние вашей любви. Очищен ли от осквернения храм души? Исповеданы ли мои грехи, и покаялся ли я в них перед Богом, чтобы они были изглажены? Не оцениваю ли я себя слишком несерьезно? Готов ли я принести любую жертву ради превосходства познания Иисуса Христа? Осознаю ли я постоянно, что не принадлежу себе, но являюсь собственностью Христа, что я сам и мое служение принадлежит Богу? Нам необходимо спросить себя, для чего мы живем и трудимся, и что будет результатом всего этого? Жизнь ввиду судного дня Когда я смотрю на людей в наших городах, спешащих совершить свои дела, я мысленно спрашиваю, размышляют ли они когда-либо о дне Божием, которое очень поспешает? Каждый из нас должен жить, размышляя о великом дне, который вскоре наступит для нас. Мы не можем позволить себе жить, не обращая внимания на судный день, ибо хотя время замедлило, теперь близко, даже у двери и очень поспешает. Труба Архангела вскоре сильно удивит живых и пробудет мертвых. Приготовление к возвращению и Христа. Если мы сегодня не находим удовольствия в размышлении над небесными вещами, если у нас нет интереса к тому, чтобы расширить наше познание о Боге, если созерцание характера Христа не доставляет нам никакой радости, если святость не привлекает нас к себе, тогда мы можем быть абсолютно уверены, что наша надежда быть на небе тщетна. Совершенное согласие с волей Божией вот та высшая цель, которая должна постоянно находиться перед христианином. Он будет любить говорить о Боге, об Иисусе, о родине счастья и чистоты, которую Христос приготовил для любящих Его. Размышления над этими вопросами, когда душа наслаждается благословенными заверениями Христа, апостол представляет как предвкушение сил будущего века. Если вы находитесь в правильных отношениях с Богом сегодня, вы готовы, даже если бы Христос пришел сегодня. Христос